Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Тем не менее, с его работами знакомы многие. Например, он был автором резного крыльца на Торговом. Из туканов возле здания Кинрус, отделки органов в католическом храме Магадана, элементов декора православных церквей, крестов со стороны моря на входе в бухты города. Николай Кучеров был охотником, таксидермистом, мастером сувенирной продукции, художником, резчиком по дереву и ювелиром. Редакция весьма выражает соболезнование родным и близким Николая Ефремовича. Прощание состоится в храме Святого Духа 13 августа в 11.00. Поминальный обед запланирован в этот же день в кафе Лиман в 14.00. Напомним, 11 августа умер последний внук выдающегося украинского поэта, писателя-переводчика и общественного деятеля Ивана Франко, Роланд Франко, который популяризировал наследство Каменина. Об этом сообщили в Международном фонде Ивана Франко. 11 августа на 90-м году жизни скончался последний внук гения украинского народа Ивана Франко, Роланд Франко. Коллектив Международного фонда Ивана Франко глубоко оскорбит по поводу смерти основателя и главы правления фонда. Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться. Как известно, Роланд Тарасович Франко родился 28 марта 1932 года во Львове. Он ученый-инженер, кандидат технических наук, дипломат, общественный деятель, популяризатор творчества Ивана Франко. Был главой правления Международного фонда Ивана Франко с 2015 года, член правления Национального союза краеведов Украины. В начале 1950-х годов Роланд Франко был заподозрен вместе с бывшими одноклассниками в создании подпольной националистической организации, после чего его дважды вызывали в КГБ. От ареста и заключение его спасло только имя деда. В 1993-1996 годах Роланд Франко по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе. Был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании. Благодаря его ходатайству в 1996 году Украина бесплатно получила от Великобритании научно-исследовательскую станцию Фарадей, ныне станция Академик Вернадский в Антарктике. Первая украинская экспедиция назвала Роланда Франко крестным отцом украинской антарктической станции. По инициативе Роланда Франко создана квартира музея семьи Франко в Киеве. 25 ноября 2016 года музей торжественно открыли в доме, куда в 1950 году советские власти добровольно-принудительно переселили семью Тараса Франко из Львова. В 2017 году по инициативе Роланда Франко основали всеукраинский ученический литературно-художественный конкурс «Тропами каменяра». Конкурс для школьников проводят в номинациях проза, поэзии, драматургии и лучшей иллюстрации к произведениям Ивана Франко.